Служение Дерека Принца Провозглашая вдохновенное Божие Слово до краев земли, достигая недостигнутых и обучая необученных. Дерек Принц пользуется широким международным авторитетом ведущего толкователя Библии современности. Вместе со своей женой Руфью он путешествует по всему миру, делясь откровением Божьего Слова, молясь за больных и делясь пророческим взглядом на мировые события в свете священных писаний. Радиопрограммы Дерека Принца охватывают половину земного шара в переводе на русский, испанский и китайский языки. Он является автором более 30 книг, переведенных на 40 разных языков. В рамках программы всемирной евангелизации книги и кассеты Дерека Принца бесплатно рассылаются христианским лидерам страны Третьего мира в коммунистические страны и страны Дальнего Востока. Служение Дерека Принца представляет Святой Дух Поводырь В своей предыдущей проповеди я говорил о пяти служениях Святого Духа, которыми Он продолжает служение Иисуса в наших жизнях. Мы говорили о том, что Он наставник, Он напоминает нам, Он направляет нас, Он дает откровения и открывает доступ к Божьим сокровищам. Сейчас я хотел бы поговорить о Святом Духе как нашем Поводыре. Откроем вместе Евангелие Иоанна 16 главу 13 стих. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». Здесь мы ясно видим, что Святой Дух хочет быть нашим Поводырем. И в Римлянам 8 главе 14 стихе Павел говорит о том, как стать целостными верующими. Римлянам 8 глава, стих 14. Это очень важный стих. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Этот стих стоит в грамматической форме настоящего длительного времени. «Все, постоянно вводимые Духом Божьим, являются сынами Божьими». И слово «сын» говорит о зрелости. В языке оригинала оно означает не младенца, а зрелого сына. И для того, чтобы стать детьми Божьими, нужно родиться свыше от Духа Божьего. Иисус об этом ясно говорил в 3 главе Евангелия Иоанна. Но после того, как мы родились, мы должны взрослеть и становиться зрелыми. И это происходит только через постоянное водительство Святого Духа. И как печально, что многие рожденные свыше верующие так и не вошли в зрелую жизнь под водительством Святого Духа. И вследствие, они остаются младенцами. Они очень далеки от того, кем Бог хочет их видеть. Поэтому я и хочу поговорить сегодня о водительстве Святого Духа. Существует два прямо противоположных способа достичь праведности перед Богом, о которых написано в Библии. Их очень важно понимать, и Новый Завет уделяет им основное внимание. Но по моим наблюдениям, это очень мало интересует верующих. Мы можем достичь праведности перед Богом либо через исполнение закона или через благодать. И Библия очень ясно говорит, что они взаимоисключаемы. Если вы хотите быть праведными от закона, то вы лишаетесь благодати. И с другой стороны, праведность от благодати исключает соблюдение закона. Это очень важно понимать, потому что мне очень часто приходится замечать, как христиане, с которыми я общаюсь, пытаются смешивать и закон, и благодать. Немножечко закона и немножечко благодати. Тот, кто так делает, тот еще не познал ни того, ни другого. В основном мы все знаем, что такое закон. Закон — это свод установленных правил. И праведность от закона вменяется тому, кто постоянно исполняет все написанное в законе. «Благодать» — это то, что мы не можем заслужить или заработать. Если по заслугам, то это уже не благодать, потому что благодать невозможно заслужить. «Благодать принимается от Бога только через...» В Послании к Ефесянам говорится «Благодатью вы спасены через что?» Правильно, через веру. «Благодать» принимается только через веру. Если вы хотите достичь праведности и зрелости перед Богом, вы должны выбрать для себя, как вы собираетесь это делать — через закон или через благодать. И лучше вам прислушаться к моему совету и совету Библии и не пытаться делать это по закону, потому что Библия говорит, что законом не оправдается перед Богом никакая плоть. Давайте рассмотрим некоторые требования закона. Самое основное, что вам нужно понять, это то, что праведность от закона обретается только через постоянное исполнение всего написанного в законе. Временное исполнение всего закона и постоянное исполнение не всего закона не засчитывается в праведность. Нужно постоянно исполнять весь закон. Или, в противном случае, тебе не вменяется праведность по закону. Давайте рассмотрим несколько мест из Писаний. Второзаконие, 27 глава, стих 26. Это последний стих главы, и завершающий стих целого ряда проклятий, которые израильтяне произнесли на самих себя, в случае, если они не будут исполнять весь закон, войдя в обетованную землю. Вот, что там написано. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Другими словами, если ты стал под закон и потом уклоняешься от него, то ты попадаешь под проклятие. И Павел продолжает эту тему в Новом Завете в послании к Галатам. Это третья глава. И он цитирует стих, который я только что прочитал. Галатам, третья глава, десятый стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано...» И здесь он цитирует Ветхозаветный стих, «но немножко расширяет его значение. «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего написанного в законе». Итак, для того, чтобы получить благословение и избежать проклятия, нужно постоянно исполнять весь закон. В противном случае закон бесполезен с точки зрения достижения праведности. И дальше в послании Якова, вторая глава, стих 10 и 11, Яков говорит об этом же самом. И он говорит, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Не получится выбирать для себя любимые заповеди и исполнять их, а нелюбимые – не исполнять. Нужно постоянно исполнять все заповеди для того, чтобы стать праведником от закона. Мой опыт подсказывает мне, что большинство людей считают, что временное исполнение закона – это уже нормально. Плотскому уму понятен только один способ достижения праведности – это соблюдение закона. Когда я, будучи на службе в британской армии, получил спасение, я часто свидетельствовал своим сослуживцам о спасении, о рождении свыше и так далее. И я обратил внимание, что практически каждый из них, практически без исключения, начинал приводить в качестве доводов своего спасения какие-то заповеди, которые он исполнял. У каждого были какие-то моральные нормы, которые, по их мнению, делали их праведными. И они хорошо знали, какие правила они исполняли, но почему-то не замечали того, что они не исполняли. Они говорили, «Я не прелюбодействую, я не пьянствую, я не то и не другое». И они искренне считали, что этим они смогут оправдаться. А о том, что они не делали, они даже не вспоминали. Это типичный образ смысла плотского человека. Когда мы думаем о праведности, у нас в уме всплывают какие-то правила, которые мы считаем необходимыми для достижения праведности. И Библия не имеет ничего против постоянного исполнения всего закона. Это хорошо, если ты можешь это сделать. Слава Богу! Но Библия говорит, что никто этого не может. Это очень недвусмысленно повторяется снова и снова в разных местах Библии. Давайте рассмотрим только два места. Римлян 3, 20 стих. Римлянам 3, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, ибо законом познается грех». Павел говорит, «Никакая плоть, ни один человек не сможет достичь праведности перед Богом через соблюдение закона». Вы можете возмущаться, зачем тогда Бог дал закон? И Павел говорит, что закон дан для того, чтобы мы поняли, что мы грешники, и что мы нуждаемся в спасении. Закон дан не для того, чтобы мы стали праведными через него, а для того, чтобы мы увидели свою нужду в спасении. Другая цель заключалась в том, чтобы показать нам, что мы не в состоянии спасти себя сами и пророчески указать нам на грядущего спасителя. Но давайте вернемся к словам Павла. «Делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, ни один человек». И если мы вернемся к посланию Галатам, второй главе, стих 16, там Павел говорит, что человек оправдывается не делами закона. Друзья, вы с этим согласны? Вы верите в то, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа Иисуса? «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Опять мы видим очень ясно, что никто никогда не достигнет праведности через исполнение закона. «И мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». И возвращаясь к 11 стиху 3 главы, послания к Галатам, мы читаем, Павел говорит, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. И Павел цитирует пророка Аввакума. И дальше он говорит, что закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Если ты будешь постоянно исполнять весь закон, Бог вменит тебе праведность от закона. Но если по вере, то уже не по закону. Это два взаимоисключаемых понятия. Я думаю, что только Богу могла прийти идея достижения праведности по вере. Человек до такого бы не додумался. И, насколько мне известно, все остальные религии предлагают достижение праведности через исполнение чего-то. В зависимости от того, что это за религия. Но в сути, схема остается одна и та же. Праведник это тот, кто делает то и другое, и не делает того и следующего. И мне это говорит об уникальности христианства. Только христианство предлагает праведность перед Богом по вере. Но вопрос, работает ли это? Если да, то нам с вами Бог оказал великую честь, открыв нам секрет достижения праведности перед Ним. В своей милости Бог открывает это нам. А теперь я хотел бы рассмотреть несколько мест из послания к Римлянам. И здесь вам придется припоясать через лауна вашего и сосредоточиться. Я понимаю, что обстановка не способствует к сосредоточению, но я верю, что у вас получится, и вы многое сегодня получите. Вначале мы откроем седьмую главу римлянам. Когда я готовился к этому семинару, я не знал, какая в зале будет духовная атмосфера, но, по-моему, Бог все замечательно устроил. Итак, первые шесть стихов седьмой главы послания к римлянам. Павел берет сравнение от брака, говоря, что если женщина выходит замуж, то до тех пор, пока жив ее муж, она не вправе выходить замуж за кого-то другого, потому что это расценится как прелюбодеяние. Но если муж умирает, она может выйти за другого. И затем Павел сравнивает это с взаимоотношениями между христианами и законом. Это немного сложновато, но я постараюсь донести это до вас ясно. Это очень важно понять, потому что часто, по моим наблюдениям, христиане пытаются жить где-то посрединке между законом и благодатью, и причем выбирают для себя из того и из другого самое худшее. Итак, давайте прочитаем. «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Если ты стал под закон, то выйти из под законом можно только через смерть. Закон имеет власть над человеком, пока он жив, и только смерть освобождает от власти закона». Смысл в этом таков, что мы освободились от закона через смерть Иисуса Христа. Но давайте идти по порядку. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. «Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». И теперь, как это относится к нам, верующим в Иисуса? «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Давайте на этом остановимся и порассуждаем. Вам важно понять ход мысли Павла. Евреи по натуре аналитики. Это уходит корнями в их религию. Поэтому среди евреев намного больше мужей науки, чем в других народах. И если вы сможете понять, что здесь написано, вы станете остроумными. Я скажу это своими словами. Павел говорит, что, становясь под закон, ты вступаешь в брачный союз со своей плотской природой. Потому что закон говорит плоти, делай то, не делай это. Это как строгий муж, который постоянно указывает жене, что ей делать и чего ей не делать. И если ты стал под закон, ты находишься в браке со своей бунтарской ветхой природой. И как бы ты ни старался соблюдать закон, у тебя ничего не получится. Потому что бунтарь, живущий внутри тебя, не хочет исполнять закон. Есть среди нас честные люди, которые согласятся с этой мыслью, что вы пытались исполнять закон, и у вас ничего не получалось. Ладно, не хотите поднимать руки, не надо. Этим вы ничего не потеряете. Павел говорит, что до тех пор, пока наш плоской человек жив, мы не имеем права выходить замуж за другого. Но хорошая новость заключается в том, что наш ветхий человек был сораспит со Христом. Об этом говорится в Римлянам 6 главе. Наш ветхий человек был распят с ним, с Иисусом. Итак, после того, как наша плоть умерла, мы можем выходить замуж за другого. За кого же? За воскресшего из мертвых. Сейчас мы замужем за воскресшим Христом. Мы освободились от брака с плоским человеком. Мы не под законом. По законам мы умерли для закона. Смерть освободила нас от закона. Мы свободны вступить теперь в новый брак, в новый союз, в союз с воскресшим Христом через Святого Духа. И в пятом стихе Павел продолжает. «Ибо когда мы жили по плоти, когда мы жили под влиянием наших плотских желаний, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Для религиозных людей это шокирующая мысль. Страсти греховные, обнаруживаемые законом. Закон не освобождал от греха, он только усиливал в нас грех. И дальше Павел приводит пример. Следите за ходом моих мыслей. Шестой стих. «Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве». Мы освободились от закона, как от средства достижения праведности, через смерть того, над кем закон господствовал, через смерть нашей плоти. И теперь мы можем вступить в союз с воскрешим Христом. И Павел говорит, «Да приносим плод Богу». Брак должен приносить плод. Будучи замужем за плоти, мы приносили плоды плоти. И в пятой главе Галатам Павел перечисляет дела плоти, и в них нет ничего хорошего. Если вы замужем за плохим человеком, у вас будут плохие дети. Вот в чем здесь смысл. Но освободившись от этого брака, мы можем посредством Святого Духа вступить в благословенный брак с воскрешим Христом и переносить плоды Его праведности в нас, плоды Духа. Вы понимаете, что наша жизнь зависит не от наших стараний, от того, с кем мы соединены. Это самая сердцевина христианства. Если вы до сих пор стараетесь изо всех сил делать все своими силами, значит, вы еще не поняли, что такое христианство. Если ты вступишь в союз с правильной личностью, правильная жизнь будет проистекать автоматически. Я размышляю, сказать это сейчас или потом. Нет, лучше потом. А сейчас мы продолжим рассматривать седьмую главу римлянам. Сейчас мы прочитаем опыт самого Павла. И знаете, меня ободряет, что если даже сам Павел с этим сталкивался, то куда уж нам с вами? Он говорит, что же скажем? Неужели от закона грех? Неужели закон неправильный? Конечно же нет. Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Заповедь «не пожелай» пробудила во мне осознание желаний. Раньше я ни о чем не подозревал, но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. «Ибо без закона грех мертв». Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Вы можете рассуждать над этим, но мой опыт полностью подтверждает истинность этих слов. По-моему, я уже рассказывал свое свидетельство, тем не менее, я повторю это еще раз. Когда я прошел обряд конформации в англиканской церкви в 15-летнем возрасте, во мне пробудилось желание изменить свою жизнь и стать лучше. Я выучил список вопросов, вызубрил все правильные ответы. Я сказал «теперь я стану лучше». И я думал это по своей наивности, но оказалось, что чем больше я старался стать лучше, тем хуже я становился. До тех пор, пока я не стал стараться улучшить себя, я был еще вроде бы ничего. Но потом вдруг во мне что-то пробудилось. Павел называет это ветхим человеком, бунтарем, плотью. И этот бунтарь не хотел меняться. И через 6 месяцев безуспешных попыток я сдался. Я решил, что это не для меня. Может быть, для кого-то другого это и действует, но не для меня. И в то время в англиканской церкви каждое служение совершалось общее исповедание, частью которого были слова «Помилуй нас, жалки грешников». На что мое взбудораженное подростковое сознание говорило, что лучше быть грешником без церкви и не обязательно жалким. Это стало моим решением. Поймите, я не оправдываюсь, я просто хочу сказать, что когда пытаешься стать лучше, только тогда вдруг понимаешь, что ничего у тебя не получается. Чем сильнее ты стараешься, тем меньше у тебя это получается. С этим столкнулся и Павел. И это переживали миллионы людей. Только те, кто никогда не пытался стать лучше, не знают, что на самом деле они плохие. Желание стать лучше обнаруживает все твои слабости. Это касается каждого из нас. Ветхий человек не имеет национальности. Он один и тот же и у китайцев, и у русских, и у англичан, потому что он потомок падшего Адама. Адам не имел детей до своего грехопадения, поэтому все потомки Адама наследуют ту же падшую природу, плоть ветхого человека. Без закона нам, в общем-то, неплохо жилось. Мы считали себя не хуже других, может быть, даже в чем-то и лучше. Но когда мы увидели требование закона, мы начали понимать, кто мы такие на самом деле. Потому что цель закона – пробудить в нас сознание нашей греховности и дать нам увидеть наше истинное лицо. Давайте читать дальше. Десятый стих. «Заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Павел почти что олицетворяет грех, как личность, которая ждала удобного случая, чтобы умертвить меня. «И поэтому, когда пришла заповедь, грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Дальше Павел говорит, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Проблема не в законе. С законом все в порядке. Проблема в нас с вами». И дальше Павел задает вопрос, «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» «Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешным посредством заповеди». Другими словами, цель заповеди состоит в том, чтобы обнаружить грех и показать нам его гнусность и наше абсолютное бессилие победить его. Есть, конечно же, и другие цели, но это самая основная цель. И дальше Павел продолжает, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху». Здесь я позволю себе немножко отступить и объяснить, что имеет в виду Павел. Во времена Римской империи римские легионеры захватывали пленных из побежденных народов, чтобы потом продать их в рабство. И это происходило так. Раба ставили на помост, и над его головой проводилось копье. Поэтому в то время существовало выражение «пойти под копье», что значило быть проданным в рабство. И Павел говорит, «Я плотян продан под грех. Мои грехи подобны протянутому надо мной копью». И когда человек продавался в рабство, его судьба уже не зависела от него. Его судьба теперь находилась в руках его хозяина. У сатаны есть уважаемые рабы и не очень уважаемые рабы. И если мы с вами были уважаемыми рабами, давайте не превозноситься над другими, которым повезло меньше, чем нам. Они этого не выбирали. Рабы не могут выбирать свою судьбу. Его могут использовать как повара или использовать как блудницу, как захочет хозяин. И иногда в жизни получается так, что мы добропорядочные рабы, тычем пальцами на проституток, наркоманов и думаем, что мы не такие, как они. Мы лучше. Но истина в том, что мы все рабы. А какие мы рабы? Это зависело не от нас, а от нашего рабовладельца. Но хорошее новое заключается в том, что однажды на рынок пришел Иисус, и Он сказал, «Я покупаю этого. Я покупаю эту. Он мой. Она моя. Я плачу за них своей драгоценной кровью». Как бы вы отреагировали, если бы вам пришлось стоять на рынке и ожидать, пока вас купят? Вы стоите ногой, дрожите от страха, к вам подходят люди, и щупают вашу кожу, заглядывают в рот, смотрят зубы, чтобы узнать, здоровый ли вы человек. И тут появляется благородный правитель, который говорит, «Я покупаю этого». И после того, как он заплатил за вас цену, он отпускает вас на свободу. Вы бы обрадовались, или нет? Христиане, наша проблема в том, что мы не имеем этой радости. Может быть, мы даже не знаем, что Бог сделал для нас. Так давайте читать дальше. 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». То, что Павел пишет дальше, никто из нас в своей жизни не переживал, конечно же. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Или все-таки кто-то переживал то же самое в своей жизни? Поднимите руку. «Я переживал». И Павел говорит, «Я не понимаю, я искренне хочу делать доброе». Я помню, как месяцами боролся со своими проблемами. «Я не понимал, почему я не могу стать лучше». И потом я просто сдался и смирился с участью раба. Я перестал бороться и сдался. «На в своей милости Бог не сдался». Теперь 16 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Закон добр. Я с ним согласен. Я не критикую закон. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. «Я хочу делать доброе». «Я понимаю доброе». «Я соглашаюсь с законом». «Я стараюсь это делать». Но получается совсем наоборот. И тут я начинаю понимать, что это не я делаю, это делает живущий во мне грех. Закон, если хотите, это Божий диагностический аппарат. Для чего нужен диагностический аппарат? Для того, чтобы поставить правильный диагноз нашим проблемам. Когда вы обращаетесь к врачу с болью в животе, врач, прежде чем выписать вам лекарство, должен установить точный диагноз вашей боли. Потому что диагноз определит лечение. И Бог дал закон, чтобы мы смогли увидеть истинную картину своей проблемы и понять, что в нас живет грех. В определенном смысле, это изолированный грех. Я не фармаколог, но, насколько я понимаю, задача фармаколога заключается в том, чтобы изолировать возбудителя болезни. И с помощью закона Бог поставил диагноз нашей проблемы. Это грех. И Он изолировал возбудителя болезни. Проблема не во мне. Во мне есть какое-то инородное тело. И ответственность лежит на мне. Но делаю это не я. Теперь мы перейдем к другому способу достижения праведности. Мы уже сказали, что закон бессилен в попытках достичь праведности. И не потому, что с законом что-то не так, а потому, что проблема в нас. В основном, каждый человек, стремящийся к праведности, рано или поздно становится перед этой дилеммой. Но у Бога есть другой путь. Путь, лежащий через благодать. Благодать – это незаслуженная Божья благость. Религиозным людям трудно принять Божью благодать, потому что им трудно расстаться с идеей, что за все нужно платить. Когда я спасся, я распрощался с религией, я окунулся с головой в Бога и получил все – спасение, крещение в Святом Духе, дары Святого Духа – все в течение недели. А один из моих сослуживцев, который привел меня на служение в церковь, он был очень религиозным типом человека, ему потребовалось несколько недель, чтобы получить то, что я получил за несколько дней. Он думал, что для того, чтобы это получить, нужно стать очень хорошим. Я встречал массу людей, которые не могли получить крещение в Святом Духе, потому что они верили, что сначала нужно стать хорошим. Вы никогда не станете достаточно хорошим, чтобы стать достойным крещением в Святом Духе. Каким добром вы сможете заслужить себе право, чтобы третья Личность Боржества жила в вашем теле? На это нужна благодать. Скажем это вместе. Благодать не заслуживается. Теперь повернитесь к своему соседу и скажите это ему. Благодать невозможно заслужить. Такое могло прийти в голову только Богу. Мы никогда не поймем до конца Божью благодать. Нам нужно просто принять ее. Теперь мы подошли к самому важному, что благодать и закон несовместимы. Нужно выбрать или то, или другое. Римлянам 6 глава, 14 стих. Павел пишет эти слова людям, которые приняли Божью благодать. И он говорит, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Заметьте, что они взаимоисключаемы. Если вы под законом, то не под благодатью. Если вы под благодатью, то уже не под законом. Невозможно быть под теми под другим. И также обратите внимание на слова «Грех не должен над вами господствовать», потому что вы не под законом. Что это значит? Это значит, что если мы под законом, то грех имеет господство над нами. Это очень важный стих. Мы можем почерпнуть из него два урока. Во-первых, когда мы пытаемся достичь праведности по закону, грех господствует над нами. И во-вторых, если мы достигаем праведность по благодати, то мы уже не под закону. Выберите для себя или то, или другое. И дальше в Римлянам 8 главе 14 стихе говорится, что «Все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Что нужно сделать, чтобы стать Сыном Божьим? Соблюдать закон? Нет. А что? Нужно жить под водительством Святого Духа. Зрелые дети Божьи должны жить под водительством Святого Духа. Теперь давайте откроем послание Галатам, и вы увидите много параллелей между Римлянам и Галатами. Галатам 5 глава. 18 стих. «Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом». Кто такие Сыны Божьи? Это те, кто водим Святым Духом. А водимый Святым Духом уже не под законом. Невозможно быть и под законом, и под водительством Святого Духа. Сделайте для себя выбор. Для большинства христиан закон – это нечто вроде костыля. Они хромают, ковыляют, опираясь на костыль. И Бог говорит, выкинь костыль и попрись на меня. А мы говорим, а как же я без костыля? Я заметил, что люди боятся положиться на Божью благодать. Отдаться благодати. Нам кажется легче опираться на какие-то свои правила, на костыль. Но это не действует. Откройте вместе со мной 2-е послание Коринфянам, 3-ю главу. Прочитаем первые три стиха. Эти слова всегда нравились мне и всегда бросали мне вызов. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как и для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?» Павел говорит, неужели вам нужны рекомендации, подтверждающие наше служение? Нет, это не обязательно. Или нам нужны рекомендательные письма от вас к другим? Нет. И дальше он говорит удивительные слова. «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Этим Павел говорит, что «если вы хотите знать мою теологию, едьте в Коринф, там все написано не на бумаге, а на сердцах верующих». Потому что я первый проповедовал в Коринфе Евангелие. Это был город, наполненный блудницами, гомосексуалистами, пьяницами, ворами и всевозможными извращенцами. А сейчас там тысячи верующих, людей, которые живут святой, чистой жизнью. Это моя рекомендация. Это печать моего служения. И Бог очень хочет, чтобы мы с вами могли сказать то же самое. «Хотите узнать, во что я верю? Посмотрите на тех, кому я служу. Это моя рекомендация. Они отображают мою веру». И дальше в третьем стихе Павел продолжает. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Закон был написан на каменных скрижалях. Он действовал извне и ничем не мог помочь нам, потому что наши проблемы были внутри нас. Но Павел говорит, «Духом Святым я пишу Божьи заповеди на ваших сердцах, а из сердца – источники жизни». Если в сердце Божий закон, то и жизнь будет угодной Богу. Вчера я процитировал притчи 4 главу, где говорится, что «больше всего хранимого мы должны хранить в свое сердце, ибо из него источники жизни». Как проповедник я могу сказать, что проповедование без помазания Святого Духа – это бесполезная трата времени. Я не могу писать на ваших сердцах. Я не имею доступа к вашим сердцам. Но если Святой Дух подтверждает мои слова, то эти слова врежутся в ваши сердца. И это изменит вашу жизнь. Вы можете выйти из этого служения измененным человеком, если Святой Дух напишет мою проповедь на ваших сердцах. Какое это благословение – помогать людям изменяться.